Уже много веков в Москве продолжается увлекательный квест под названием «Поиски библиотеки Ивана Грозного». Эта библиотека будто бы содержала целый ряд фолиантов самых известных авторов древнего мира. Большинство этих произведений до нашего времени не сохранились, и кроме названий мы о них ничего не знаем. Фантазии о мифической библиотеке Ивана Грозного прекрасно тешат великодержавное самолюбие, напоминая о том, что Московия якобы является наследницей Византийской империи, Третьим Римом и Бог весть еще чем. Давайте же вместе попробуем поискать библиотеку Ивана Грозного и развенчаем еще одну из так называемых высокодуховных московских скреп. Сторонники существования библиотеки Ивана Грозного рассказывают такую историю либереи. Так называют это мифическое собрание книг, от латинского «либер» – книга. Книги, составляющие значительную часть библиотеки, якобы принадлежали последнему императору Византии Константину XI-палеологу. После гибели императора и завоевания Константинополя османами, библиотеку якобы удалось спасти его потомкам. Они доставили книги в Рим. Библиотека составила львиную долю приданого византийской царевны Софьи-палеолог. Когда София вышла замуж за великого князя московского Ивана III, эта библиотека якобы оказалась в Кремле. Книг было так много, что для их перевозки из Рима в Москву понадобилось 70 повозок. Книги были написаны иностранными языками, поэтому возникает необходимость их перевода на общепонятный язык. С этой целью князь Василий III, сын Ивана III, привлек к переводу известного христианского писателя греческого происхождения Максима Грека. Это событие было зафиксировано в его жизни описание сказания о преподобном Максиме Греке. Впоследствии Либерею вместе с великокняжеским столом унаследовал сын Василия III, Иван IV Грозный. Во времена его царствования эту библиотеку, замурованную в двух подвалах со сводами, якобы видел протестантский пастор из Дербта, это современный тарту в Эстонии, Иоганн Веттерман. Ливонская хроника Франца Ништетта, созданная в XVI веке, сообщает, что пленный московитами дербский пастор будто бы был привлечен для перевода книг библиотеки Ивана Грозного. Итак, современники оставили всего два свидетельства о существовании Либереи. В сказании о преподобном Максиме Греке и в ливонской хронике Ништетта. Справдивостью этих источников определимся чуть позже, а пока поговорим о дальнейшей судьбе так называемой библиотеки Ивана Грозного. Считается, что следы Либереи теряются после переезда Ивана Грозного в Александровскую Слободу. С тех пор начинаются ее поиски. Библиотеку Ивана Грозного искали в 1600 году канцлер Великого княжества Литовского, Русского и Жимайтийского Лев Сапега и иезуит Петр Аркудий, но не нашли в Москве даже упоминания о ней. Сразу отметим, что и дальнейшие исследователи не нашли абсолютно ничего. В 1662 году разыскивал Либерею митрополит Гасский Паисий Лигарит. Такие же намерения приписывают хорватскому ученому Юрию Крижаничу. Само московство начало поиски библиотеки Ивана Грозного в 1724 году после обращения по наморя Московской церкви Иоанна Предтечи Конана Осипова. Среди свидетельств о Либереи заслуживает упоминание список Добелова, который оказался серьезным стимулом для дальнейшего розыска библиотеки. Профессор-христиан Добелов специализировался в области римского и германского права. Работал в университетах Геттингена, Гейдельберга и Дерпта. Он обнародовал ряд академических текстов. В 1822 году в статье «Юридический факультет Дерпта» Добелов опубликовал отрывок из документа под условным названием «Указатель неизвестного», который содержал перечень книг якобы из библиотеки Ивана Грозного. Среди прочего, утверждалось, что в библиотеке было полное собрание сочинений древнеримского историка Тита Ливия. До нашего времени дошло 35 свитков из 142. История Тацита сохранилась в 4 книги из 12. История Полибия – знаем только 5 книг из 40. И многие другие раритеты. Добелов утверждал, что нашел этот перечень при поисках в архивах. Другому ученому, Фридриху Вальтеру Клосиусу, удалось привлечь внимание общественности к сообщению Добелова. С тех пор московиты начали довольно методические поиски, которые продолжаются и до настоящего времени. Не будем перечислять все многочисленные попытки найти библиотеку Ивана Грозного, поскольку они так и не увенчались успехом. Последние масштабные попытки найти либерею были в 1997-99 годах. Они были щедро профинансированы правительством Москвы, которое возглавлял мэр города Юрий Лужков. Поиск завершился традиционными нулевыми последствиями, если, конечно, не принимать во внимание потраченные средства. Давайте рассмотрим правдивость свидетельств существования библиотеки Ивана Грозного. Библиотека Софии Палеолог Осада Константинополя войсками Мехмеда II продолжалась два месяца с начала апреля до 29 мая 1453 года, и византийцы и османы понесли огромные потери. Согласно свидетельства Дуки Византийского, автора византийской истории, султан Мехмед, разъяренный сопротивлением греков, отдал захваченный город на трехдневный грабеж своим воинам. Были захвачены огромные трофеи, в том числе и множество книг. Сами книги завоеватели ценили мало. Десять книг древнегреческих авторов или христианских писателей стоили в то время всего одну на мисму. За эти деньги можно было купить, например, овцу. Зато обложки фолиантов, украшенные серебром, золотом и драгоценными камнями, пользовались спросом. Отец Софии, Фома Палеолог, был младшим братом последнего византийского императора. Он властвовал в провинции Морея, полуостров Пелопонез в современной Греции, которую оставил в 1460 году. С этого времени и до самой смерти в 1465 он вместе с семьей жил в Риме, на полном содержании папского двора. Фома Палеолог привез в Рим много имущества. На разгрузку его кораблей папская курия выделила 700 дукатов. Что содержал этот груз, неизвестно, но маловероятно, чтобы там была императорская библиотека. Спасение книг не было задачей номер один для Константина XI. Впрочем, наличие книг из Эллады среди имущества Фомы Палеолога исключать нельзя. Со времен бегства из Марии Фома жил на содержании папы Римского. Его потомки также не могли похвастаться большими доходами. Этого не произошло бы, если бы семья Фомы имела огромную библиотеку, по слухам до 800 фолиантов. Рукописные книги в те времена стоили весьма дорого, часто имея драгоценную отделку. Если Фома Палеолог и привез книги в Рим, скорее всего, они попали в библиотеку Ватикана. Софии Палеолог, будущей жене великого князя московского Ивана III во время падения Константинополя в 1453 году было лет 12. В Москву она прибыла в 1472. Ее путешествие упоминается в европейских хрониках, и там нет и намека на многочисленные телеги с книгами. Невесту сопровождала вооруженная охрана и католические священники во главе с легатом Антонио Банумбре. По прибытии в Москву, московские церковники предложили Банумбре устроить религиозный диспут, но легат отказался, сославшись на отсутствие необходимой литературы. Пожалуй, среди имущества Софии Палеолог, прибывшего в Москву, христианской литературы не было вовсе. Маловероятно, чтобы она привезла только светскую и языческую литературу. Такие книги, еще и в качестве приданого православной невесты, были тогда не в тренде. К тому же не существует ни одного тогдашнего письменного источника, который бы утверждал, что византийская принцесса привезла в Москву хотя бы одну книгу. Максим Грек. Он прибыл в Москву в 1516 по приглашению князя Василия III. Переводил он всего одну книгу, с греческого на московский книжный язык, толковую псалтырь. Во время работы он обнаружил много ошибок и разногласий оригинала с существующими в то время переводами псалтыри. В благодарность за проведенную работу, а также за его выступление против церковных стяжателей, Максим Грек был заключен в монастырь как еретик и шпион, очень даже в духе московских великодуховных скреп. Стоит вспомнить, что сам Максим, оставивший после себя значительное литературное наследие, ни словом не упоминал Кремлевскую библиотеку. Когда было написано сказание о Максиме Греке, точно неизвестно. Некоторые исследователи датируют его время не ранее 70-х годов XVI века, то есть лет через 15-20 после смерти преподобного Максима. Московский историк Сергей Белокуров считает, что это агеографическое произведение было создано гораздо позже. В любом случае, сказание о Максиме Греке не было свидетельством очевидца событий. Бесспорно, московские князья имели библиотеку. Состояла она преимущественно из церковной литературы, и судьба большинства этих пергаментных рукописей хорошо известна. Косвенным свидетельством того, какие книги читали московские князья, является переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Московский царь, прекрасно знакомый с церковной литературой, не упоминает сюжетов из литературы античной. Согласно же списка до Белого, Либерея должна была содержать множество книг античных авторов. Протестантский пастор Иоганн Веттерман В Москве всегда не хватало людей грамотных и с хорошим образованием, поэтому московские властители охотно приглашали образованных иностранцев к себе на службу. Приехать в Москве было легко, а вот уехать оттуда практически невозможно. Ярким свидетельством этого является судьба упоминавшегося выше Максима Грека. Часть иностранцев, служивших Кремлю, были пленниками. Во время Ливонской войны велся учет всех пленных благородного происхождения или тех, кто имел хорошее образование. Пастор Веттерман в этих списках не упоминается. Видимо, автор Ливонской Хроники пользовался непроверенной информацией. Зато существует любопытное свидетельство иезуита Петра Аркудия, который прибыл в Москву в 1600 году для поиска книжных раритетов. Из его отчетов в Ватикан можно узнать, что в Москве никто даже слыхом не слыхивал о библиотеке Ивана Грозного, а московские князья отличаются своим невежеством. Похожие свидетельства оставил и Лев Сапега. Список Добелова 19 марта 1893 года московский историк Николай Лихачев в докладе в Обществе любителей древней письменности отметил, что христиан Добелов почему-то не обнародовал весь текст своего списка, к тому же потерял где-то его оригинал. Следует отметить, что подобных древних произведений, оригиналов которых никто не видел, было немало найдено и в 19 и в 20 веках. Некоторые фальшивки были разоблачены, подлинность других осталась под большим вопросом, а некоторые и по сей день считаются даже настоящими памятниками прошлого. В 1894 Лихачев издал книгу, где подробно проанализировал список Добелова. Анализ выявил, что информация о большинстве произведений, упомянутых в списке, совпадает с данными научных исследований, которые были обнародованы в научной литературе в 1822-26 годах и посвященных указанным авторам и их произведениям. То есть список Добелова содержал информацию именно того времени, в который и был обнародован. Особенно забавным Лихачеву показалась забывчивость Добелова. Он вспомнил кучу книжных названий, но почему-то забыл напечатать имена авторов перечня. Ряд критических замечаний в список Добелова сделал историк Сергей Белокуров. Так в списке вовсе не упоминается, какому же царю принадлежали эти книги. К тому же сам список содержал названия только редких книг и вовсе не упоминал церковной литературы, что нетипично для средневековья. Белокуров даже попытался отыскать оригинал списка Добелова и закономерно ничего не нашел, как и его предшественники Клосиус и Стелецкий. Существуют и другие исследования, разоблачающие каталог библиотеки Ивана Грозного. И даже приведенных фактов достаточно, чтобы признать список Добелова фальшивкой. Вывод напрашивается сам собой. Сообщения в исторических источниках о Либерее, библиотеке Ивана Грозного, сомнительны. Из аутентичных исторических документов следует, что библиотеки Кремля состояли из церковной литературы и вряд ли содержали тексты, упомянутые в фальшивке, созданной в 19 столетии христианом Добеловым. Многочисленные экспедиции, которые занимались поиском Либерея, ничего не нашли и не могли найти. Как говорил Конфуций, трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. С какой же целью была создана выдумка о сокровищах библиотеки Ивана Грозного? Ответ очень прост. С целью потешить национальное самолюбие московитов, доказать, что Московия всегда отличалась высокодуховными скрепами и якобы была наследницей Византийской империи. То есть, это разновидность басни про Третий Рим, который в наше время заменяют древние побасинки о Великой Тартарии, Гипербореи и Большой Монгольско-Московской империи. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть ролики до официальных премьер, а также дополнительные материалы. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова